В столице республики на минувшей неделе произошли случаи возгорания газовоздушной смеси в жилых домах, в результате которых есть пострадавшие и погибшие. Также в Каспийске произошло отравление газом, вследствие чего 9 человек были госпитализированы. Сотрудники Каспийск-Газсервис оперативно среагировали и выехали на место происшествия. Зафиксировали имеющиеся нарушения. Это отопительный котел находился в ванной комнате. У колонки вытяжная система дымохода не соответствовала нормам. Они первое, что должны были сделать, они свою работу сделали, закрыли контрольные краны к приборам неисправным, опечатали, фотоотчет сделали и вернулись. На следующий день сотрудники организации под руководством начальника ПТО Каспийск-Газсервис Арслана Рамазанова снова выехали на место происшествия для проведения беседы с владельцем дома. Он в ходе диалога рассказал, что колонка в доме была установлена собственноручно, без подключения специализированных людей. Полное несоответствие проекта газификации данного объекта. По проекту у них стоит один прибор, это печь. По факту у них четыре прибора. После чего мы выдали предписание, мастер ВДГО выдал предписание на устранение нарушений. Кроме того, Рамазанов опроверг ложную информацию, которая ранее была распространена в социальных сетях о тяжелом состоянии пострадавших. По его словам, все девять человек находятся дома. Их жизни и здоровье ничего не угрожает. Зафиксировано отравление угарным газом четырех человек. В соцсетях прошла информация, я насколько знаю, от девяти. Вот непонятна причина госпитализации остальных пяти человек. Но пока вот такая информация. На сегодняшний день владельцу дома было поручено привести в порядок газовое оборудование согласно проекту газификации. Отметим, что сотрудники Касписгазсервис периодически проводят рейдовые мероприятия для выявления нарушителей. От Минэнерго пришло письмо, чтобы уже проводить ежедневные мероприятия комиссионные до особого распоряжения, то есть отмены. Слесарями ВДГО, отдела ВДГО проводится ежедневно техническое обслуживание газового оборудования. Но в течение года мы обязаны на каждый адрес попасть, провести обслуживание. Стоит подчеркнуть, что сотрудниками ГОЧС города Касписка также проводятся профилактические мероприятия по мерам обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Так как при использовании жители обязаны пройти инструктаж, иметь разрешение, следить за работой оборудования и многое другое. Все предупредительные меры у нас. Все предупредительные. То есть окно оставьте открытым, не зажигайте, как я сказала уже, не зажигайте. Вообще искра не должна быть в загазованном помещении. Газовые баллоны должны отдельно находиться вообще от этого. Нельзя сушить белье, нельзя сушить. Вообще отопительные приборы, вот газовые, именно газовые нельзя. Колонки в помещениях нельзя, там где вы готовите, там где вы что-то делаете, нельзя. Это все должно быть за пределами, желательно в котельных, отдельных помещениях, где проживают люди. 25 января управление ГУЧС совместно с представителями ООО «Каспийск Газсервис», «Газпром Межрегион Газ», ОНД и ПР номер 5 по городу Каспийск и ОМВД России по городу Каспийск провели рейдовые мероприятия в целях выявления самовольных подключений городским газовым сетям, а также проверки технического состояния внутридомового газового оборудования, мест их установки и соответствия нормам и правилам.